Борьба за голоса избирателей ведется и среди, например, заемщиков, которые в связи с карантином попали в трудную ситуацию. Но правительственная помощь, выделяемая им из госказны, попадает в карманы коммерческих банков, которые и без того наживаются на населении, устанавливая высокие проценты на выдаваемые ими кредиты. Подробнее в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Неоднозначную реакцию в обществе вызвала предпринятая правительством мера поддержки заемщиков коммерческих банков. 13 ноября вышло постановление, что часть должников освобождается от выплаты процентов по кредитам на три ближайших месяца. На покрытие выплат выделен 1 миллиард 200 миллионов сомов, рассказали в четверг журналистам в Министерстве финансов. И погашаться будут процентные начисления за декабрь, январь и февраль месяц. Ежемесячно будут начисляться. По факту, ежемесячно финансово-кредитное учреждение будет предоставлять трехдневный срок Национальному банку. Национальный банк уже переправляет в Министерство финансов. Министерство финансов уже будет непосредственно финансово-кредитным учреждением сумму направлять финансово-кредитным учреждением. Правительство намерено помочь каждому, кто подходит под такие условия. Долги таких заемщиков по процентам за все три месяца намечено погасить за счет государственного бюджета. Исключение составляют должники ломбардов и кредитных союзов. Коммерческие банки и финансовые кредитные организации до 27 ноября должны уведомить своих клиентов, подпадающих под критерии определенной постановлений правительства. А вот что необходимо сделать заемщикам для того, чтобы быть включенными в такой список. Граждане, в свою очередь, для того, чтобы быть включенными в реестр заемщиков, которые могут получить компенсацию от государства, должны до 5 декабря обратиться в банк или финансовую кредитную организацию с письменным заявлением. Также можно отправить и по электронной почте. Когда Садыр Джапаров совершал поездку по Анарынской области в начале ноября, жители одного из сел пожаловались, что не могут рассчитаться по кредитам, поскольку остались без работы во время карантина. Он заверил их, что решит проблему. Накануне сложения себя полномочий премьер-министра Джапаров заявил. Речь только о тех, кто брал кредиты до 100 тысяч сомов. Выше государство пока не потянет. Вы же знаете, кто берет кредиты до этой суммы. В основном малоимущие люди. Мы работали 10-15 дней над этим и нашли источники и варианты. Поможем с процентами до трех месяцев – в декабря, января и февраля. В свое время власти не помогли в период пандемии. Однако многие эксперты высказывают мнение, что подобный шаг на руку не заемщикам, а как раз и кредиторам – коммерческим банкам. В этом, например, уверен экс-губернатор Баткенской области Султанбай Айджегитов. Сами условия кредита, они совершенно не облегчаются. Понимаете, в чем дело? А вот в форс-мажорных обстоятельствах во всех странах, даже таких, как капиталистических крупнейших странах, когда происходит вот такая форс-мажорная обстановка, идет пересмотр и реструктуризация долгов. Понимаете? Собеседник Пятого считает, что предпринятая мера правительства носит популистский характер и не решает проблему заемщиков. Зато усугубляет и без того уже очевидное сползание страны в бездну экономической стагнации. Айджегитов уверен, что сейчас коммерческие банки вполне в силах реструктурировать долги, обеспечив условия выплат, опустить процентные ставки до 8% и продлить сроки выплаты займов. Таким образом, не только облегчится участь заемщиков, но это косвенным образом позитивно повлияет на восстановление экономических процессов в стране, застухающих по причине последствий, вынужденного в бездействии многих предприятий во время карантина. Должники, получив надежду погасить свои долги, будут предпринимать больше усилий на добывание средств, что будет способствовать оживлению экономики. И это делается не для того, чтобы не ради заемщиков, а для того, чтобы запустить экономику. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы запустить экономику. Когда вот такая ситуация происходит, экономика в тупик заходит. Сторонники предпринятой меры утверждают, что миллиард 200 миллионов сомов, направленных на погашение части долгов коммерческим банкам, поступили в госбюджет не непосредственно с налогов, а возвращены государству в результате экономической амнистии чиновниками, коррупционерами и предпринимателями-неплательщиками. Но ведь эти деньги они не сотворили из ничего и даже не заработали. Это те же самые миллионы, сворованные когда-то из кармана налогоплательщика, подчеркивает Эджигитов. Они его преподносят, якобы, что это не бюджетные деньги, это вот дополнительные деньги, которые упали. Да нет, это же бюджетные деньги. Понимаете как? Его просто так взять с какого-то счета, запустить туда, но это будет не совсем законно, скажем так. Законными в данной ситуации будут следующие действия, продолжает экс-губернатор. Понимаете, его нужно вернуть, потому что это народные деньги как бы возвращаются, правильно? Эти народные деньги, поскольку они народные, они должны вложиться в бюджет, и через бюджет, уже в соответствии с бюджетными законами, должны эти вещи распределяться. Понимаете, в чем дело? Некоторые утверждают, что эта мера инициирована с целью привлечь больше поддержки от избирателей во время предвыборной гонки. Но эта мера вполне поможет коммерческим банкам частично вернуть требуемые ими долги. Должникам же она лишь отсрочит время дальнейших выплат, что само по себе неплохо, но не является выходом из положения. По данным НАЦСадкома, за первые 9 месяцев года число получивших микрокредиты увеличилось на 18,5%, но их возвратность снизилась неимоверно. Микрокредитные организации выдали кредитов на сумму 23 миллиарда 400 миллионов сомов. Число получателей составило 454 тысячи человек, а объем одолженных средств возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%. Почти треть, 27% выданных средств было заимствовано на потребительские нужды. То есть почти 5 миллиардов 490 миллионов сомов взяты лишь для того, чтобы их проесть. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Бакыт Кашалиев, 5 канал, главные итоги.